Я посмотрел Ваш ответ на тему, как правильно делать массы. В своем ответе Вы сказали, что можно делать массы на обувь. И можно в этой обуви потом совершать молитву. У меня такой вопрос. Если на этой обуви есть грязь или наджас, получается ли намаз? Бисмиллах, альхамду лиллах, ас-салату ас-саламу аля Расулиллах. Если ты уверен, обувь есть, если грязь здесь, которая намаза не получается, не простой уличный грязь, именно грязь, как мы знаем, отчая или кал, которая намаза не получается. Если такой грязь есть, тогда надо обувь снять. И мы должны дать улицы, все они чистые, пока ты не убедишься, что именно там грязь есть. По улице идешь, по улице шел человек, даже после дождя даже грязь попала на обувь. Это не становится, что нельзя молиться. Улица вся чистая. Как сказал пророк, ас-саламу альхамду лиллах, из тех вещей, которые дал нашим пророкам, которые до него были пророками, которые не дались, пяти вещей, один из них не является. Аллах субхану альхамду мне сделал землю, мечетью и чистим. Что мы можем молиться для мечети и чистить она. И ею очищаться. Отчаяться можно, ей очищаться тоже можно. Та я вам делаем как. А если грязь есть, ты на улицу ходишь и там же на улицу молиться хочешь, может об землю обтерять обувь, посмотреть, если эта грязь ушла, можно молиться. Так делались подвижники, в тапочках приходили, перед мечетю смотрели, есть что-нибудь, такой грязь, которая прилипла. Если есть, обтеряли об землю, чистили и заходили. Не обязательно водой мыть. Хотя имам Шафия, рахмаллах, ему мазап, что надо обязательно водой почистить. Аллаху альм. Ассаляму алейкум арахматуллах. Судя по комментариям, многие еще не в курсе, что прежний наш канал был удален. Так вот, это наш новый канал. Все вместе сразу подписываемся, смотрим актуальные тематические плейлисты, актуальные видео, делимся ими в соцсетях, в мессенджерах, среди друзей и близких. Это помогает выводить видео в тренды и способствует тому, чтобы как можно больше людей увидело этот ролик среди предложенных. Ассаляму алейкум.